С самого раннего возраста будущего баскетболиста приобщали к физической культуре. Отец Максима Перцева был профессиональным спортсменом и направил сына по своим стопам. Три года я отыграл в Манитогорске. После этого переехал в Омск на два года. Мы играли тоже в Суперлиге. После Омска был Томск, Суперлига тоже два года. После Томска был Новосибирск, в составе которого мы выиграли Суперлигу. После того, как Максим перестал играть в команде, его назначили на должность тренера в школу Олимпийского резерва. Результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня известного баскетболиста, как и остальных отличившихся физкультурников, отметили в законодательном собрании. Благодаря вашему вкладу, труду, вы прославляете нашу область. Мы все знаем, что у нас очень много великих спортсменов, которыми гордимся мы, которыми гордится вся наша страна. Законодательное собрание отмечает физкультурников подобными наградами с 2004 года. Сегодня по обыкновению в зале 50 лучших. Это и действующие спортсмены, и все люди, которые причастны к спорту, продвигают спорт, вкладывают свои силы для того, чтобы популяризировать и делать более доступным спорт для жителей нашей области. За вклад в развитие спорта награду получил Максим Перцев. Помимо тренировки баскетбольной команды, лауреат премии организовывает детские спортивные мероприятия. В общем, есть чем гордиться. За последние годы мы очень много сделали и в целом в спорте, в сфере физической культуры, и конкретно в баскетболе. Поэтому оценка хорошая. Выдвижение кандидатов на соискание премии осуществляется депутатами законодательного собрания Челябинской области совместно с экспертным сообществом за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Помимо денежной премии, лауреаты получили удостоверение и нагрудный знак. Александр Беспалов и Егор Голубкин. СТС. Челябинск.